Раскрыта ли тайна происхождения русского народа? Откуда пошли славяне? Чем мы отличаемся от остальных европейцев? Есть ли разница между русскими, украинцами, белорусами и поляками? Сегодня об этом поговорят в нашей студии публицист, обозреватель телеканала «Царьград» Егор Холмогоров. Егор Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Кандидат биологических наук, руководитель лаборатории Института биологии гена Российской Академии наук Алексей Дейкин. Алексей Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Ну и поскольку у нас есть человек, который выдвинул свою теорию, которую мы сейчас и хотели бы взять за отправную точку нашего разговора, это доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК генеалогии Анатолий Клёсов, мы, Анатолий Алексеевич, сейчас и приглашаем к нашему разговору. Анатолий Алексеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну вот давайте, может быть, для наших радиослушателей, для наших уважаемых экспертов, к каковым, естественно, относитесь и вы, объясним, а что лежит в основе вашей теории, откуда же идет происхождение русского народа и как вы пришли к такому выводу? Понятно. Ну, во-первых, должен сказать, что никакой загадки в этом нет, никакой тайны тоже нет. Это, в общем-то, уже, ну, с десяток лет уж точно известно и сомнений не подвергается. Но дело от того, с какой позиции подходить к вопросу. Русские – это набор, если угодно, конгломерат или братство разных родов. Род – это обычно считается по мужской линии, потому что, ну, жена переходит, естественно, в селение, как правило, мужа, и по ним трудно проследить такую женскую генеалогию. Можно, но, в общем-то, менее наглядно. Так вот, русские состоят из определенного количества родов. На самом деле их полтора десятка, как минимум, но из них основными являются, по количеству, конечно, являются три. И вот они обозначаются следующим индексом, это все разработано, и это реально, это восточные славяне, можно так сказать, используя больше лингвистическую терминологию. Это южные славяне или дунайские славяне. И это западные славяне, это одна группа. Другая группа – это уральцы. Вот, пожалуй, вот это вот четыре группы, из них три можно фактически объединить в две. Восточные славяне и западные славяне – одна группа. Южные славяне – дунайские, вторая. Уральские – славяне, потому что они говорят на языках славянской группы. Те, которые говорят на этих языках – это третья группа. Ну, собственно, и вся тайна о происхождении русского народа. Дело как бы за малым. Определить, что уже сделано, откуда эти группы пришли. Так вот, уже на глубину, по меньшей мере, в 20 тысяч лет, все это уже прослежены. Вот, так сказать, короткий ответ на ваш простой вопрос. Егор Александрович, вижу, что что-то вызвало ваше недоумение сразу. Нет, если честно, меня все-таки удивило настолько древнее определение. 20 тысяч лет – это фактически, что называется, это еще до неолита. То есть, получается, по вашему предположению, все эти группы существовали, ну, в общем-то, как бы в мезолите, в неолите и так далее. То есть, и тогда возникает вопрос, почему при всем при этом русские появляются на арене истории сравнительно недавно. Ну, во-первых, вопрос обычный – где талию будем делать? Где, почему русские появляются недавно? Кто такое, вообще говоря, показал? О том, что есть такая договоренность, вроде такая, негласная. Это да, но это же не факт, что эта договоренность базируется на истинных научных положениях. Теперь о том, что почему 20 тысяч лет. Но дело в том, что проведены раскопки, в том числе и 24 тысячи лет назад на берегу Байкала, найдены древние захоронения, и в них точно такие же мутации, как и у современных этнических русских. То есть, мы можем и 24 тысячи лет назад сказать, можно и глубже продвинуться. Где талию будем делать? Ну, нет, тогда просто давайте различать немножко вот два вопроса. Первое – это наличие определенных генетических групп, которые действительно мы можем проследить достаточно глубоко. И все-таки наличие этносов, которые имеют определенную культуру, определенное самосознание и так далее. И здесь все-таки, ну, я как историк, я, может быть, не хотел бы максимально русских удревнить, но факт остается фактом. Мы раньше 9 века нашей эры, раньше 839 года, просто по письменным данным, людей, которые называют себя четко, вот мы народ рос, не обнаруживаем, либо обнаруживаем все-таки какие-то, ну, это, может быть, имеет к ним отношение, это, может, не имеет. То есть, мы вступаем немножко в область фантазии. Вот я очень боюсь всегда, что на самом деле наше, как бы, историческое самосознание, оно мечется между двумя крайностями. Одна крайность – это ходят угрюмые наши, что называется, либералы-русофобы и рассказывают, «Да вообще не было никаких русских, это все вообще придумали» и так далее, и так далее, и так далее. И только мы – наука. А с другой стороны, мы уходим в некоторое фэнтези такое. Вот как нам выбрать некую середину, чтобы все-таки у нас не было фэнтези, но при этом мы опирались бы на факты, но при этом на факты, которые не нацелены на то, чтобы вообще русских из истории вычистить. Анатолий Алексеевич, вы фэнтези или наука? Вы автор, скажем так, ДНК-генеалогии, которая, ну, в общем, мягко говоря, как-то неоднозначно всеми воспринимается, вот в данной ситуации. Вы считаете, как эту позицию высказал Егор Харламагоров, что вы скорее ближе к фэнтези? Во-первых, я бы хотел, чтобы мне дали определение фэнтези. Науке вообще принято, когда вводить термины определенные, то давать им определение. Смотрите, Анатолий Алексеевич, если хотите, ну, как бы давайте немножко действительно поспорим. Почему? Потому что мне очень близко ваша основная посылка. То есть максимально действительно найти определенную укорененность русского народа в генетике, в пространстве, во времени и так далее. Но когда, например, группы людей, которые мы определяем, может быть, даже в археологических каких-то раскопках, с определенными как бы генетическими признаками, вот ваши публикации, которые я с интересом прочел в «Комсомольской правде» от 17 декабря, они у вас превращаются из носителей группы Р1Б в РБИНов. И они уже начинают куда-то двигаться, кого-то завоевывать. Они, скажем, уже превращаются, как тут один из заголовок, линия Сталина на генном уровне. То есть получаются там много тысячелетия противостояния двух групп. Хотя, опять же, из хотя бы их обозначения, Р, мы видим, что все-таки это достаточно близкородственные друг друга группы Р1А и Р1Б. То есть в основе все-таки лежит какой-то общий индоевропейский код, который в какой-то момент у них разделился. Здесь же у вас получаются уже какие-то вековечные враги и так далее. То есть нет ли риска, что мы тоже... Сейчас скажу несколько сложное, может быть, для восприятия слушателей слова, что мы ипостазируем, то есть превращаем некие абстрактные понятия уже в конкретные такие живые сущности, что это и называется фэнтези. Что когда мы то, что пока что нам дано в каких-то очень абстрактных научных фактах, достаточно сухих, превращаем вот в таких живых действующих персонажей, которые там уже враждуют, воюют, там двигаются, передвигаются и так далее. Анатолий Алексеевич, что ответите? — Я отвечу то, что поскольку определение фэнтези я так и не услышал, и понятно... — Фэнтези — это ипостазирование как бы теоретических конструкций. — Понятно. Ну, вспоминается сакраментально Аркадий, не говори красиво. Поэтому я скажу по-другому, на чём основано то, чем я занимаюсь. Как и в любой науке, есть три главных компонента. Первое — это экспериментальные данные. Второе — это математическая обработка экспериментальных данных, когда это возможно. Третье — интерпретации результатов данных и их обработки. Так вот, компоненты здесь, они не могут уже быть никак как фэнтези рассматриваться, потому что первое — экспериментальные данные. Это абсолютно чёткие, однозначные мутации в Y-хромосомах, которые определяются в разных лабораториях и получаются одни и результаты. Они находятся в базах данных по всему миру. Протестировано уже не менее миллиона человек. Я поймаю, что это мало по сравнению с населением планеты, но миллион точек — это уже... — Ну, это достаточно выборка, несомненно. — Учёные мечтают о том, что иметь миллион точек для своих данных. Есть вопроса? Нет. Более того, я услышал, что все как-то так вроде критикуют или не понимают ДНК-генеалогию. Все — это, конечно, избыточное обобщение. На самом деле есть масса публикаций научных, и дальше, если мы начнём смотреть, а кто критикует и в каких основах, то мы придём к весьма печальным результатам. Что, во-первых, первая часть по поводу эксперимента никто не критикует. Это абсолютно принятые вещи. Так что с этим разобрались, и здесь нет вопроса. Вторая часть — математическая обработка этих данных. Она абсолютно нормальная. Я этим занимаюсь десятки лет. Это моя прямая специальность с кафедрой химической кинетики под руководством нашего Нобелеского лауреата, академика Семёнова. Я написал ряд учебников по этому поводу. Так что здесь я знаю, что я делаю. Это то же самое, условно говоря, как считать времена полупривращения радиоактивного распада. Есть определённый материал радиоактивный. Он щёлкает на фички гейдера, слышны щелчки. И мы считаем, судя по темпам этих щелчков, а когда это вещество распадётся наполовину, на три четверти, никто такие вещи не оспаривает. Ну вот интерпретация. То же самое и здесь. В чём, скажем, особенность вашей интерпретации, например, чем ваша школа отличается, вот как бы сравнительно молодая наука ДНК генеалогии, однако вот, скажем, я постоянно читаю о вражде, например, тому, что называется, сторонников Клёсова и сторонников Балановских, которые считают, что они как бы более научных методов придерживаются. Ну, скажем так, мне показалось, что они действительно менее решительны в выводах. То есть они как бы излагают больше фактов, меньше, а у них меньше доли интерпретации всего этого дела. То есть в чём ваше различие? Да, сейчас я поясню. Дело в том, что когда говорят, я читаю и вижу тот и тот, вот моя научная школа, она диктует уйти в первоисточники. Не просто прочитать, что они спорят, а уйти глубже, посмотреть, а почему они спорят. Когда начались споры, на основании чего? А начались они именно на основании того, что та наука, которую я занимаюсь, кстати, я бы возражал против единственных характеристик, меня как специалист в области ДНК генеалогии. Я защищался в диссертации докторского не по ДНК генеалогии, стал профессором ряда университетов мира не по ДНК генеалогии, академикам, национальной академии наук, тоже не по ДНК генеалогии. Так что я специалист вовсе не только в ДНК генеалогии. Но давайте так всё-таки. Когда я сейчас дам определение фэнтези, поскольку мы с этого начали практически, так вот, когда три компонента в научном подходе, это экспериментальные данные, это математическая обработка и интерпретация, так вот фэнтези – это тогда, когда интерпретация разрывается, имеется разрыв с первыми двумя компонентами. Когда, скажем говоря, что это инопланетяне вообще зародили цивилизацию человеческую, нет таких данных. Идёт разрыв между возможными экспериментальными данными и выводом. Так вот, фэнтези – тогда интерпретация зависает, не имея экспериментальной основы и перекрёстной проверки. Так вот, этого нет в ДНК генеалогии. Я приведу небольшой пример, чтобы понятно было, о чём я говорю. Вот, у этнических русских, а поскольку мы говорим о происхождении русских, я должен сказать, что есть три главных компонента. На самом деле там полтора десятка, но остальные минорные по численности, не по важности. Понятно, по важности все они русские, но по численности они минорные. Так вот, один компонент, самый главный у этнических русских, я сейчас поясню, кто такие этнические русские, это индекс такой R1A. Многие его уже слышали, но это просто мутация, определенная в Y-хромосоме. Вот у 51% этнических русских одна и та же мутация в Y-хромосоме, которая унаследована у каждого от отца, а у его отца от дедушки и так далее. Так вот, группа этих людей, у них вот у всех единичные мутации, и более того, если смотреть генеалогию, она вся похожая. Таких половины. Кто такие этнические русские? Вот идут очень много дискуссий, кто такие русские вообще. Начинается это русские, это самосознание, русские это вот этнические. Мы начинаем погружаться уже в такие, понимаете, больше эзотерические понятия. Когда говорят русские, это вот древние такое-то самосознание. Ну, видимо, им древний русский сами рассказали, какое у них самосознание. Это мы уже, это мы фантазируем. Так вот. Вот половина русских, этнических, этнические русские, это те, которые считают себя русским, для которых родной язык русский, и у которых предки, по меньшей мере, 3-4 поколения, жилины и театры современной Российской Федерации. Но в Европейской части, в Сибиряке уже относится, недавно приехали. Так вот, тогда у нас автоматически, это причем не дискриминация других, русский, который живет в Казахстане, и у него и прадедушка жил в Казахстане, он вовсе не знает, что он не русский, он часть русской культуры, он себя ощущает русским, замечательный. Но когда будет научная выборка этнических русских, его не возьмут, при всем уважении, потому что мы вынуждены, мы ограничиваемся определенными критериями. Анатолий Алексеевич, простите, Богороди, но русских можно встретить только на территории России или где-то еще. Вот мы начали с того, что белорусы, украинцы, те же поляки, они по генетическому коду, они русские или нет? При, может быть, всей сейчас их обиде на то, что мы вообще этот вопрос обсуждаем. Они братья, не братья? Так, динамичка, должен повторить, что я так говорю, определение этнические русские, белорусы, это не этнические русские, они этнические белорусы, потому что они считаются белорусами, у них родной язык белорусский, у кого родной, конечно. Но как раз, на мой взгляд, большая часть белорусов, они, в общем, себя рассматривают по большому счету русскими, они говорят преимущественно на русском языке. То есть, в общем, на самом деле, белорусизация и украинизация это явление 20 века, это фактически заведенная сто лет назад история, во многом с искусственно навязанной идентичностью. Анатолий Алексеевич, прошу прощения, Алексей Васильевич, я вижу, что вы там уже активно хотите вмешаться в эту дискуссию. Пожалуйста, давайте. Сейчас, сейчас, одну секундочку, я должен все-таки вот ответить коротко на этот вопрос. Да, да, пожалуйста. Я счастлив, что много белорусов и, возможно, в большинстве случаев считают себя русскими. Замечательно. Как и украинцев. Прекрасно. Но дело в том, что когда проходит перепись населения, то полмиллиона человек записали белорус в переписи. Не русский они написали. Кто написал русский, тот русский. На самом деле, мы сравниваем с советскими временами, постоянно сокращается количество на территории России. Мы не это сегодня обсуждаем, кто себя как идентифицирует. Мы хотим понять, а в корни, в корни заглянуть. Давайте, Алексей Васильевич, вам слово. Очень благодарен за возможность здесь с вами выступить и поговорить в такой кампании. Я бы хотел отметить несколько моментов. по-первых, генетика, наука очень интересная, сложная, к сожалению, очень мало знакомы нашим слушателям. И все, что исходит из этой такой области неизвестного про гены, когда говорят, априори кажется непонятным, а то, что непонятно, может, правда, может, нет. И чем убедительнее говорит человек, тем кажется неизвестным правильным более. во-вторых, это все биология. И здесь, когда говорят про миллион образцов для исследования, и не каждый исследователь может пользоваться вот таким количеством образцов, это касательно одной науки это много, а касательно другой науки это мало. И если мы говорим про химию, то, конечно, надо оперировать огромным количеством молекул или про физику 6,02 на 10, 23 степени, которые определяют закон химии или физики. Вот, к сожалению, миллион это всего один в шестой степени. И, соответственно, законы, которые выведены на таком количестве образцов, законами природы являться не могут. И всегда, когда мы говорим про исследование миллиона образцов, нужно понимать, что это достаточно условная величина. Это во-первых. Во-вторых, действительно, проглядывая в глубину веков, люди существовали. И человечество действительно расселялось по планете. И было какое-то место, где человечество зародилось, и каким-то образом человек дошел и до Индии, и до Австралии. И, естественно, продвигаясь по планете, какие-то группы оставались, исторически приносили с собой какие-то мутации, которые здесь закреплялись. Говоря же про генезис этноса и относя это все за 20 тысяч лет, когда еще умели ли не разговаривать, это все спекуляции, которые пытаются фундаментальные основы жизни втянуть в нашу повседневность, когда возникают какие-то уже понятные, может быть, сегодняшнему самосознанию взаимоотношения между субъектами, но для этих субъектов не характерны. Я прошу прощения, наши радиослушатели, сейчас вот давайте, я просто зачитаю пару сообщений, потому что на WhatsApp и Viver они приходят, кстати, номер плюс 7, 967, 200 ровно 9702, да, вплоть до таких сообщений для троечников, можно попроще, пожалуйста, и заканчивая вот такими, уральские славяне, ха-ха-ха, уральская ветвь славян, неясно, что это, пермики, что ли, скорее финно-угры в славянских кровях, вот давайте мы все-таки с этим вопросом разберемся. Ну это да, это такая, как бы, одна из конструкций, которые мне кажутся фэнтезийными, но для троечников, смотрите, для троечников, все-таки по, что называется, вот этим генетическим группам мы получаем следующее, что те люди, которые сейчас в переписях обозначаются как русские, украинцы и белорусы, еще поляки, что интересно, генетически, в общем, очень близки друг к другу по своей основной компоненте. Анатолий Алексеевич, это так по вашей теории? Слово генетически я не употребил. Более того, я слышу, вот у меня ощущение, что мы те самые хрестоматийные монахи, которые ощупывают слона и каждый с своей стороны. И что поразительно, один ощупывает слона и говорит, слушайте, у вас там фэнтези, какая змея, это имеется, хобот, это же стена, понимаете, а это потому что он бог ощупает. Вот точность, вот то, чем мы сейчас занимаемся. Поэтому я бы все-таки, у меня, наверное, склад такой, чтобы быть не критическим, а наоборот пытаться понять, а что собеседник имеет в виду. Янпер прекрасно понимаю, как мне кажется, что каждый имеет в виду. Я даже пытаюсь понять, но с трудом, когда говорят, уральские славяне, ха-ха-ха. Дело в том, что славяне, это люди, которые говорят на языке славянской или на языках славянской группы. Так вот люди, пришедшие с Уралы, говорящие сейчас, живущие в России на языках славянской группы, то есть на русском, естественно, они славяне. А почему они уральские? Потому что они пришли не с Дуная, они не дунайские славяне, не южно-славяне, они пришли с Урала. И поэтому я вынужден ввести термин уральские славяне. Вы, на первых, милочка, Захар Прилепин. В чем ваша теория отличается от классической истории? Вот по пунктам, если это возможно. Конечно, конечно, могу объяснить. Дело в том, что я вот тут начал фразу, которая, может быть, внесет некоторую ясность. Скажем, возьмем Захар Прилепин. Он, у него как раз метка уникальная в ДНК, уникальная для его, как бы, поднарода, которые пришли с Урала примерно 3,5 тысячи лет назад. Вот эти люди расселились по русской равнине, и, естественно, история об этом не может знать, потому что нет такого инструмента. Когда мы копнули их, вот Y-хромосомы, нашли эту метку, оказывается, он гоплогруппы не R1A, не R1A, а он N, которая Наталья, Настасья. Анатолий Алексеевич, точно так же, как и я, но при этом проблема состоит в том, что вот мне очень, меня очень смущает формулировка под народ. Я очень боюсь, что вот именно в связи с тем, что люди очень любят делиться на всякие секты и так далее, через какое-то время мы обнаружим, как бы, столкновение, типа, я R, я настоящий славянин, а ты там N, ты не настоящий и так далее. И мы просто поделим еще раз народ, при том, что по факту, ну, никаких, как бы, я по себе сужу, никаких абсолютно значимых там различий в самосознании, в языке, в чем угодно еще между вот представителями этих генетических, как бы, групп нету. То есть, вот кто-то в какой-то момент из уральцев принял славянский язык, и они, в общем, такие же славяне на сегодняшний момент, как R, как I, и так далее. И вот, не получится ли, что мы вместо того, чтобы соединять народ на той же общей, вот этой основе, доминирующей гаплогруппой R1A, что и русские, и украинцы, и белорусы, мы все вместе, даже с поляками, в общем-то, в основе своей единства, мы, наоборот, его еще сейчас поколем. У нас будут несколько русских поднародов, а потом они еще захотят несколько, как бы, подгосударств и чего-нибудь еще. А, Анатолий Алексеевич, есть такая опасность? была бы трагедия, если бы кто-то стал говорить о том, что, допустим, R лучше, чем N, или чем E, я все свои труды, все книги, у меня везде пронизана мысль, что никакой разницы, лучше, хуже, нет и быть не может. Более того, мы все одинаковые в этом отношении, мы все люди русской культуры, говоря о русских, или так можно взять другую группу. Здесь нет какого-либо деления. Ну, смотрите, вот семья, муж и жена, они разные, ну, конечно, разные. Корни у них разные, корни, они пришли из разных, абсолютно, вообще, мест, из разных семей. Они что, обязаны враждовать друг с другом? Нет, конечно, они основали семью и готовы жизнь отдать зачастую друг за друга. Вот так и русские. Ну, Анатолий Алексеевич, ну, мы же видим, сейчас у нас идет бодание именно по этому вопросу. Смотрите, а можно я тогда вот как бы тоже уже тоже поговорю? Смотрите, на самом деле, здесь очень важно так-то. Вот почему я на самом деле очень не люблю биологизацию любых исторических процессов? Потому что очень часто людям кажется, что когда мы биологизируем некие процессы, там это, вспомним там теорию Льва Николаевича Гумилёва, там с пассионарностью и со всем прочим, вспомним много других теорий, когда историческое начало сводится как бы к естественному, к биологическому, к какому-то еще, что мы упрощаем. На самом деле, мы усложняем, что вот как бы, что мы просто, мы дети просвещения, эпохи просвещения, мы уже немножко безбожники или сильно безбожники. И в результате нам то, что дано природой, кажется более правильным и фундаментальным, чем то, что создано историей. Вот мне кажется, как историку именно, достаточно важно, что то, что вырабатывается в процессе истории, важнее и сложнее и прочнее, главное, чем то, что было дано изначально. что вот те, скажем, то тысячелетие с лишним, которые мы прожили уже, как бы, что называется, всему миру, объявляя себя как русскими, вот как бы, есть некий фактический момент, это 839 год, приходят к императору Западной Римской империи, Людовику, некие послы, и говорят, мы русские, наш народ зовут Рос. Вот. Скорее всего, они сказали рус, ну, поскольку их переводили византийцы, которые их привезли, а византийцы все переводили на О. Вот. Так вот, и мы вот за эту, за эти тысячу с лишним лет, заметьте, за 20, сколько, за 23 года до Рюрика, вот, заметьте, что с тех пор мы прошли очень много, в том числе, на самом деле, русские ассимилировали очень много дополнительных этнических групп, включая вот, как бы, тех, которых Анатолий Алексеевич называет уральцами, то есть, как бы, жители, ну, их можно называть финоуграми, можно как угодно и так далее, но вот... нет, нельзя. Ну, хорошо, нельзя, секунду, секунду, давайте Анатолию Алексеевичу дадим слово, да, пожалуйста, Анатолий Алексеевич. Так вот, финоуграми назвать их нельзя, финоугры, это люди, говорящие на финно-угорских языках. С этим я не буду спорить. Но какой пролепен финоугр? Но какой Иван Алексеевич гонен финоугр? Ну, точно так же, как и я еще раз. Можно два слова? Да, понимаете, по этому... У нас и суть. Мы, по-моему, допустили логическую ошибку в рассуждениях, захватив какие-то конкретные гоплогруппы, какие-то буковки N, не N. В том-то и дело, что народ характеризуется не как бы индивидуумом, который вытаскивает какой-то конкретный ген-гоплогруппу, а общностью этих индивидуумов. И когда мы говорим, что вот там русские, это там R1, альфа, мы говорим уже не про русских. Мы говорим про какого-то конкретного человеку, у которого есть конкретная мутация в играх хромосомы. Когда же мы говорим про народ, который действительно там просуществовал тысячу лет, который был, ну, какую-то экспансию провёл, ассимилировал себе, что очень важно, многие народы. Именно поэтому его, как бы, генотип характеризуется разными игрохромосомами, а не одной и той же, как было бы в каком-то моногосударстве, которое в истории своей не ассимилировало, а подавляло народа, который занимал. Вот эта сущность. И здесь как раз невозможно говорить про то, что с генетической точки зрения вот славяне или русские кого-то там подавили и отличаются именно по генетике от какого-то народа. Отличия имеют место быть. Отличия, есть диалекты просто между разными городами. Конечно, между городами, удалёнными на несколько тысяч километров, различия несколько больше. Но то, что показывает генетика, то, что формировалось на протяжении тысяч лет, как раз говорит о том, что вот на этой территории живёт один народ, который ассимилировал друг друга, и гены, внутри которого распределяются совсем уж некорректно, Киевская Русь, то есть территория, с которой русский этнос начал распространяться, ну, дальше пошло, как бы, мы присоединили по Волжье, за Урал, но сейчас он распространяется до Сахалина и Курин. То, что было до экспансии, которая началась при Иване Грозном. Да, смотрите, мне кажется, что здесь очень важно констатировать следующее, в чём, согласно абсолютно всех, скажем так, вот эта историческая генетика, по Клёсову и по Балановскому, и по кому угодно ещё. Объективный факт, от которых никуда не деться, это то, что русские проживают на территории, скажем так, европейской части нашей страны очень давно, что в своей генетической основе больше, как бы, половина русского населения, как бы, прямые мужские предки, половины населения России проживали вот здесь русских, русских, этнических русских жителей, России проживали вот здесь же. И, в общем-то, мы можем, но с некоторой условностью, вот как раз, что называется, не позволяя слишком больших гипотез, их соотносить, например, с, была такая в бронзовом веке культура шнуровой керамики, археологическая культура, огромная, которую мы с достаточно большой уверенностью можем назвать, что эти люди были индоевропейцами, скорее всего, они говорили на индоевропейском языке. Это очень хорошо ассоциируется с разделением двух групп индоевропейских языков, их отличают друг от друга по употреблению числительного сто. Есть западная кентумная группа, они там говорят кентум, цент и так далее. Есть сатамная группа, восточная, где мы говорим сотня. Вот, то есть одно и то же слово стало звучать чуть-чуть по-разному. Одни кентнеры, другие сотенники, грубо говоря. И вот, мы можем эту восточную группу в принципе называть арии, потому что люди, которые, скажем, пришли в Индию и говорили, что они, просят, что они арии, они говорили вот на этих самых сатемной группе языков. То есть больше будет несколько, ну, я бы сказал, смелыми предположениями, но факт остается фактом. Вот носители этого культурного комплекса, связанного с ним генетического комплекса, как мы можем предполагать, связанного с ним лингвистического комплекса, жили на территории нашей страны, на европейской его части, ну, и, возможно, на Урале, ну, по меньшей мере две с половиной, две с половиной, три тысячелетия до нашей эры. Я прошу прощения, наши радиослушатели очень едко пишут, болтали-болтали, и вывод, жили давно. Да, вообще, это важный вывод, вообще, это важный вывод, искучество. Спрашивают про татара монгольской иго, оставил Алину след. Анатолий Алексеевич, вот все-таки я не услышал ответ на свой вопрос, и наши радиослушатели тоже ждут. Вы можете коротко, если это возможно, времени мало объяснить, чем ваша теория отличается от классической истории? Понимаете, я пытаюсь, но продолжается ощупывание слона, пусть мудрецами, и более того, эти ощупыватели, они не дают друг другу вообще мысль донести, потому что начинается вроде пикирование, начинается Анатолий Алексеевич, я умоляю, две минуты, пожалуйста, можно уложиться в эти две минуты? Так вот, отличается от истории тем, что это совершенно другой аппарат. Если историк находит копье, и даже датирует его там, допустим, 2000-3000 лет назад, это другие датировки и другие выводы из этого делаются. ДНК-генеалогия базируется не только на том, что мутации есть определенные в игре-хромосомах, но тем, что на основании картины этих мутаций идет датирование идет датировка, не имеющая ничего общего. С датировкой радиоуглеродные какие-то другие стартографии разные идет совершенно отдельная своя датировка, и их можно сопоставлять. И, как правило, если это увидеть, если есть данные, они совпадают с датировками историческими, а часто не совпадают вообще. Я просто приведу маленький пример, чтобы опять же говорить о русском народе. Вот здесь я, более того, я согласен со всем, что было сказано. Сказано и про культуру шноровой керамики, и вообще, кроме того, что гены вплели сюда, что абсолютно не имеют отношения к данному вопросу. Про гены я вообще не говорю, это не гены. Гоплогруппы, это не гены. Есть никакой, нет генетики. Но это, к сожалению, раз за разом начинается плетаться якобы генетика и начинается раздрай. Так вот, вот пример, чем отличается ДНК-генеалогия от истории. Подняли захоронение археологическое, которое идет цепью от русской равнины по всей Великой степи, доходит до Урала, там, кстати, Аркаим, название, правда, современное, и дальше поворачивают и уходят в Индию. Так вот, по всей этой цепочке есть одна и та же метка Р1А, та самая, которая половина этнических русских. И вот они уходят в Индию, там, в высших кастах Индии, до 72% этой самой Р1А, а среди броминов, они же брахманы, до 95% тоже Р1А. Поэтому это рассмотрение позволяет понять четко, как шла миграция, и не только направление миграции, но кто были эти люди. История не может этого сделать. Она, более того, она путает зачастую генезис культур, какая культура, с какой произошла. Потому что мы сейчас видим в одной культуре Р1А, в другой Р1Б, они могут произвести одна из другой. А в учебнике написано, что эта культура, там, допустим, срубная, она вышла из ямной культуры, но этого не может быть. Вот поэтому эта наука позволяет уточнить данные исторически, не заменить их. Она не говорит, о самосознании. Вовсе нет никакого тут самосознания. Нет физики самосознания, нет химии самосознания. И нет ДНК-генеалогии самосознания. А идут ключевые фразы. Он биологизирует науку. Да нет никакой биологизации. Нет, нет. вот здесь я с Анатолием Алексеевичем полностью соглашусь, что в качестве очень важного, уточняющего момента, например, действительно, чтобы разобраться, что, в принципе, одна культура не может происходить из другой, потому что, ну, как бы, очевидно, разные, как бы, все-таки, по происхождению носители. Вот. А это действительно очень важно. И с тех пор, как, собственно, вот эти генетические маркеры появились, мы многие процессы на европейской, как бы, на восточно-европейской равнине, на во всей северной Евразии с тех пор, как бы, до тех пор, пока у нас появляются письменные источники, мы очень много уточнили, потому что это хорошая дополнительная расшифровка археологии. То есть, и очень важно, что действительно это не всегда что-то говорит о самосознании. Один из высших показателей R1A у киргизов, которые совершенно от нас не отличаются, как бы, они от нас кардинально отличаются внешностью, они отличаются самосознанием, языком, ну, как бы, просто вот эта часть вот этого, как бы, индоевропейского населения практически полностью изменила свою культуру и изменила, видимо, за счет... И киргиза наши? Ну, понимаете, они не наши в том смысле, что они себя не ощущают и не осознают нашими. Но есть вот к вопросу о татаро-монгольском иге, то, что называется, действительно, все эти исследования, группы и так далее, они посмеялись очень хорошо на вот этой русофобской пословице и по скребе русского найдешь татарина. В ходе ДНК-исследований вот татар обнаружилось, что примерно там у четверти татар казанских вот это самая метка Р1А, потому что они потомки вот одной из вот этих шнуровых, видимо, культур, фатьяновской культуры, то есть тоже, ну, в какой-то момент там как-то отюрчившиеся, принявшие ислам и так далее. То есть, получилось, скорее, что, наоборот, поскребли татар, нашли, ну, можно сказать, что там русских, славян, индоевропейцев, ариев и так далее. Ну, на самом деле, и напротив, при исследовании, скажем так, русских гоплогрупп, никаких, скажем, следов, монгольских и так далее. Они исчезающие малы, они настолько исчезающие малы, что вот всех, любого человека, который там сейчас приходит и как и было принято 20 лет назад рассказывать, что вот приехали тут мурзы татарские, перенасиловали всех девок, и вот все от них родились, его можно теперь смело бить по физиономии любой толстой книжки. Скажите, пожалуйста, дает ли это возможность говорить о неких общих чертах характера, я не знаю, там, склонностей, и это никакого отношения не имеет? Я бы очень сильно не торопился, потому что, ну, вот лучше нам скажет об этом генетик, что все эти увязки очень слабые. Единственное, увязку, которую я, например, знаю, и она далеко не полная, это что действительно, скажем, грубо говоря, у индоевропейских народов и у финно-угорских народов, ну, народов уральской семьи, например, более высокая степень усвояемости молока во взрослом возрасте, чем, например, у индейцев или у китайцев, у которых она фактически нулевая во взрослом возрасте. Это было, несомненно, конкурентное преимущество. На ваше полярку мы сейчас вошли, минута остается, пожалуйста, вот что скажете. Как сложно за минуту-то. Мало времени остается. Во-первых, мы продолжим, я надеюсь, сейчас самое главное, что гоплогруппа, это все-таки связано с генами, действительно, гоплогруппа определяется мутацией, которая вроде бы незначима и поэтому сохранилась, но сцепленная с этой мутацией хромосома, а в целом и генотип, все-таки это гены, которые что-то наследуют. Во-вторых, анекдот в тему, суп из свеклы это борщ, но свареная свекла борщом не является. Это как раз про гоплогруппы и их смесь, которые определяют все-таки результат народа и этнос. Ну что ж, спасибо огромное. Я надеюсь, что нашим радиослушателям было интересно узнать тайну происхождения русского народа. Если же вам интересно, в чем состоит теория Анатолия Клесова, Анатолий Алексеевич, доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК генеалогии был с нами на связи.